В Казанском федеральном университете завершился ИФТ-2022. В Казани создают первую в России NFT-биржу. Как сточную воду уничтожают планету? Всем привет! В эфире UniverNews, а в студии Сабина Хасанова. В Казанском федеральном университете состоял заседание ученого совета. Традиционное мероприятие началось с вручения грамот и наград преподавателям из рук исполняющего обязанности ректора Дмитрия Таюрского. Следом за этим члены ученого совета обсудили более будничные вопросы, которые касались учебного процесса и политического настроения студентов. Это есть наша необходимость движения по реализации нашего программы стратегического лидера Традиционного университета 2030. Институт взял на себя ответственность разработать и эту программу магистрскую, и программу соответствующего дополнительного образования. Восьмой международный форум по педагогическому образованию ИФТ-22 совершился в Казанском федеральном университете. О том, сколько человек принял участие и как прошел последний день форума, смотрите в сюжете Елизаветы Никитиной. В последний день форума по педагогическому образованию ИФТ-2022 участники обсудили исследовательски ориентированное педагогическое образование, как феномен педагогической антропологии и многое другое. Профессор кафедры психологической антропологии из Московского педагогического государственного университета Ирина Димакова выступила с докладом «Воспитательная деятельность педагога госпитальной школы в поисках смыслов, ценностей культурных образов». Я всю жизнь занимаюсь воспитанием и проблемами гуманизации пространства детства. И вот так повернулась жизнь, что за последние годы на кафедру, где я работаю и мои коллеги, кафедра психологической антропологии института детства МПГО, как-то пришла вот эта проблема госпитальной педагогики. Так сложилось. И оказалось, что эта проблема, во-первых, очень трудная, во-вторых, она малоисследованная и она очень интересная. Главной темой ИФТ-2022 является образование, профессиональное развитие и сохранение здоровья учителя в 21 веке. В этом году в нем приняли участие более полторы тысячи человек из 29 стран мира. «Нам с вами известно, что педагогическая профессия во все времена связана с интенсивностью межличностных коммуникаций и высокой эмоциональной вовлеченностью в них, что достаточно часто приводит к стрессовым ситуациям, которые по степени напряженности предоставляют угрозу не только здоровью педагогу, но и обучающимся». Особенностью ИФТ-2022 стало плодотворное сотрудничество с форумом «Педагоги России», которое позволило вовлечь в совместную работу более 10 тысяч учителей из большинства регионов России. Форум ИФТ является одной из крупнейших в мире специализированных научных площадок по педагогическому образованию. Его основная цель – содействие исследованиям и инновациям в области педагогического образования, обмен опытом ради совершенствования образовательного процесса. Елизавета Никитина, Универньюз. Казанский федеральный университет создает креативный технопарк, где первым проектом станет первая в России биржа невзаимозаменяемых токенов. 27 мая в музее имени Николая Ивановича Лобачевского состоялся брифинг, на котором директора Института дизайна и пространственных искусств Карина Набиулина и директора Института вычислительной математики и информационных технологий Дмитрий Чекрин объявили о предстоящем создании креативного технопарка и первого его проекта NFT-биржи. Прежде чем перейти к ключевой теме встречи, представители институтов провели ознакомительную экскурсию по залам музея, где представлено множество достойных работ студентов и не только. Мы выбрали для себя три ключевых направления развития. Мы сами архитекторы, дизайнеры, и для нас тема легкой промышленности, она очень близка, поэтому мы, конечно, рассматриваем историю, связанную с предметным, с промышленным дизайном, с интерьерами, экстерьерами, с дизайном среды, то, чем мы занимаемся и в рамках образовательной нашей деятельности, и научно-прикладной деятельности, и вот той сферы коммерциализации, куда мы как раз наши усилия направлены. Создание креативного технопарка в составе институтов – это оформирование экосистемы студенческого предпринимательства в сфере креативных индустрий. Предполагается, что это будет целый комплекс, сочетающий в себе пространство для ускоренного освоения студентами прикладных навыков в указанной сфере. Реализация данного проекта охватывает все процессы от научных исследований до опытного производства. Научно-технологический парк является местом для взаимодействия факторов креативной экономики. Молодежи способны производить востребованный продукт работодателей и конечных потребителей. Такой масштабный проект, как креативный технопарк, он, конечно, не может родиться просто так, не имея большого потенциала. Это кадры потенциала, это высококвалифицированные специалисты, инженеры, архитекторы, дизайнеры. Это IT-специалисты, которые сегодня составляют очень важную часть как раз для творческого человека. Параллельно с обнародованием деталей будущего научно-производственного комплекса, представители координирующих институтов рассказали о том, что NFT-биржа является первым стартапом креативного технопарка. Важно упомянуть, что данная NFT-биржа, базирующаяся в Казанском федеральном университете, первая реализуемая в России. На данный момент все остальные за рубежом. Мы делаем биржу, в рамках которой будет каталог таких вот оцифрованных предметов искусства, чтобы их мог купить любой человек и сказать, вот эта картина в цифровой форме, например, успешный выпускник Казанского федерального, принадлежит мне. Я имею право экспонировать на экране с моего фартфона. Это мой предмет искусства. Здесь вся его история вы можете прочитать. Вот что такое NFT. По словам Карина Дбиулина и Дмитрия Чекрина, запуск платформы для NFT ориентирован на сентябрь 2022 года. Карина Саяхова, Фарид Захит Углы, Универньюс. Аварийная ситуация на предприятиях, а также спрос отходов водных объектов, нуждают принимать меры по восстановлению этих природных объектов. О том, как сточную воду уничтожать планету и как это можно предотвратить, смотрите в нашем сюжете. Сброс промышленных отходов в водоемы с каждым годом усугубляет экологическую ситуацию в мире. В 2021 году молочное предприятие Арча приняло решение о реконструкции очистных сооружений. Сточные воды предприятия стали причиной загрязнения памятника природы регионального значения реки Шошма. Для проведения эффективной работы к комплексному исследованию были привлечены ученые Казанского федерального университета. Вот мы когда стали работать, мы обратили внимание, что сточные воды предприятия Арча и так являются не самыми загрязненными по сравнению со многим предприятием, потому что видно, что они проходят механическую и физико-химическую очистку. Ученые отметили, река была загрязнена еще до введения молочного предприятия в эксплуатацию. Среди основных источников числятся сточные воды из райцентра Балтаси и выбросы других предприятий. Есть общие подходы вообще к очистке сточных вод любых предприятий, которые бы ни были. Но для каждого предприятия есть своя специфика. И поэтому, учитывая, что предприятия молочной промышленности, они являются вообще-то обычно серьезным загрязнителем окружающей среды, значит, здесь надо всегда внимательно смотреть, как идет очистка сточных вод. Для проведения анализа была привлечена аккредитованная лаборатория. Исследования химического состава вод проводились два раза – в августе и октябре 2021 года. После проведения анализа первого образца воды, эксперты лаборатории Казанского федерального университета дали предприятию Арча рекомендации по подбору оборудования и очистке воды. За несколько месяцев была проведена колоссальная работа. Второй анализ выявил – установка дополнительного оборудования по очистке сточных вод помогла снизить общий уровень загрязнения реки Шошма. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. Казанский федеральный университет проводит лично-командный турнир среди преподавателей и сотрудников по стрельбе из пневматического оружия. В цель попадала Аделина Абдрахманова. В стенах Казанского федерального университета прошел лично-командный турнир по стрельбе из пневматического оружия. Казанский федеральный университет проводит первый в своей истории турнир для преподавателей и сотрудников университета по стендовой стрельбе По регламенту стрельба выполняется из положения стоя из пневматической винтовки. Дистанция выстрела 10 метров. Задача классическая – за пять выстрелов набрать большее количество очков, попав в бумажную мишень. Турнир по стендовой стрельбе проводится впервые для сотрудников и преподавателей. Надеемся, что это будет понравиться нашим работникам и мы в дальнейшем будем это проводить всегда. Эти соревнования проходят в рамках программы оздоровления работников КФУ. Мир был разделен на личные и командные состязания между мужчинами и женщинами. Первое место в командном турнире заняли игроки команды ДСО. Всего участвовало шесть команд. За первое место имеются дипломы и кубки для мужчин и женщин, которые победили медали и дипломы. Помним, что ТИР открылся 16 декабря 2021 года по инициативе бывшего ректора Ильшата Гафурова. Аделина Бдрахманова, Фарид Захит Углы, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Сабина Хасанова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok